приветствую тебя отец добрый день приветствую слава христу во веки веков аминь слава иисусу ну вот мы встретились с тобою я очень рад хорошо что ты заранее вчера выставил свои вопросы у меня было время посмотреть и сразу скажу сразу скажу что эти вопросы не на одну нашу встречу с тобой да 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 потому что перед нами святая библия и нам нужно услышать что бог говорил в разные эпохи своему и богоизбранному народу да да ну и сейчас начинается великий пост уже с понедельника масленица тому вот эта неделя о страшном суде значит она вот раскрывает эту тему вот как именно дать добрый ответ на страшном судище христовом поэтому вот вся вот эта брань наша и борьба и все твои вот эти темы раскрыты здесь о спасении души о исполнении учения иисуса христа через священное писание да они очень важны потому что главная наша цель это воскресение от гома по-грузински поэтому чтобы вот и у меня значит я подготовил такие вопросы которые я не могу ответить здесь нужно ответить но мы так это эти места писания много рассчитали и знаем их но здесь нужно ответить по писанию значит так всесторонне ответить чтобы значит не просто слово прочитать а кажется слова мои духи жизни чтобы раскрыть эту истину господа иисуса христа вот значит это начинается вот мои вопросы значит они указаны значит символ веры вот здесь такая такое значит отрывок символа веры и паки грядущего со славою судить живых и мертвых значит здесь уже конечно второе пришествие христа и придется славою судить и живых и мертвых и каждый уже предстанет вот здесь так вот это первый вопрос ну просто разъясни вот сделать вступление вот в эту тему хорошо я понял мне неудобно тебя спрашивать понятно что ты пришел в гости ко мне но у меня уже в порядок пошел ты не против что это все выставляется в интернете да да я не против я даже причесался хорошо вот начинаем рассматривать о чем нам говорит символ веры и правильно ли он составлен да 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 паки грядущего со славой паки означает снова он придет со славою не в уничижении как он был родился в яслях от никому неизвестной девы пришлось ему быть великим беглецом побежал он в египет потом как возвращается и жизнь его господа нашего иисуса христа бога истинного заканчивается на голгофском кресте это второе первое пришествие первое а второе будет не такое а со славою и вот здесь я уже буду задавать вопросы и сам на них отвечать вот я открываю место писания ты можешь не открывать ты знаешь его библию матфея 24 глава 29 стих если можешь открой да могу и вдруг после скорби дней тех солнце померкнет и луна не даст света своего и звезды спадут с неба и силы небесные поколеблются эти места очень сильно тревожили верующих всегда потому что мы живем под солнцем и вдруг какая-то скорбь теперь понимает это скорбь три с половиной года или 42 месяцев время царствования антихриста по всей земле не продать не купить люди будут умирать с голоду и вот братья монахи пришли однажды к ефрему сирину разъясни нам эти слова я сошлюсь на него как но очень известного и авторитетного на его шесть томов и он останавливается на этом и говорит братья зачем вы такой вопрос задаете опустил головы и заплакал эта тема не для рассуждения она для слез составлена и трепету и страху он долго плакал и потом дрожащим голосом начал отвечать как является господь как открываются гробы вот впереди в символе как раз и говорится символ составлен живых и мертвых и восстают и рядом будут стоять и убийца и убитый и от адама до последнего человека все встанут и ни на ком не будет никаких наград не будет помощника ни у царя ни у вельможи каждый предстанет так как родился на свет вот об этом и написано у пророка даниила поставлены будут престолы и сядет ветхие днями и начнет сосуд и перед престолом течет огненная река я разговаривал со многими разными сектантами неправославными скажите а что это за река ну как огненная а для чего она все кончилось быть не православным это быть сиротою мне до того жалко сектантов разных начиная с баптистов какие они хорошие все но они не знают истины господней потому что не в церкви и вот здесь будет трепет и страх почему вы не церкви почему православные были церкви почему они проводили жизни в страхе и трепете перед богом и вот и прям сирин это все увидел и у него такое слово написано когда я издавал материал о масонстве там как раз геннадий будущем григорием однако и романах григорий яковлев которого кришнаид голову отрезал убил он это начитывает это на моем сайте стоит кто желает может найти прочитать наш сайт к истине 1 народ ru я прочитаю снова солнце померкнет и луна не даст света и звезды спадут с неба это понимают люди я спрашиваю скажите а силы небесные поколеблются что это такое повторяю этот вопрос я задавал 53 года не 53 раза и ни один мне не ответил я имею ввиду сектантов не один силами небесными называются силы ангелы и архангелы херувимы и серапимы начала сила власти все что предстоит престолу божий и они поколеблются а что это означает ян златоуст говорит так это в ветхом завете мы встречаем когда один из князей побеждает врага и призывает сына своего и говорит убей его и сын не решился убить и этот приговоренный к смерти говорит тебе должно этого сделать юноша не может это делать он за отца видимо спрятался и оттуда смотрел только сейчас разговор был человеком он отвечал и вдруг ничего не может говорить голова отсечена так вот силы небесные и поколеблются то есть ангелы и архангелы все будут страхи и вот поэтому когда ты где-то пишешь страх божий выделяя из большой буквы на суде на страшном суде слово страшный и суд пишется с большой буквы оба слова всегда и ефрем сирин долго плакал прежде чем начать объяснять как на трясется вся земля содрогается как ангелы господни херувимы и серапимы смотрят на этот суд и прячутся под колеса божией колесницы о которой говорит языки иль он видел славу божию и очи были на колесах очи и они страхи это вечная расплата наступила это конец мировой истории и силы небесная то есть те которые прислуживают богу нам ангелы они содрогнутся что же будет там с человеком ни одно сердце не выдержит но так как будет иная плоть то человек высушит до конца и это огненная река для того чтобы все прошли через нее как через иордан при вхождении в новую землю в новую жизнь и праведники либо в огне будет испытываться огнем огнем вот этой рекою больше толкования нигде я не нашел и праведник воссияет как золото из горнила и сосуды расплавятся то есть как человек душа войдет в плоть воскресшую это плоть будет новая бессмертная бесстрастная а грешник выйдет как головня обгорелая вот поэтому в послании к коринфянам когда апостол павел говорит и кто нарушит одну из мало ну это у матфея написано одну из малых малейших заповедей малейшим наречется это означает малейший повторять юнейший то есть более юная заповедь только что данная свежая и блаженны нищие духом блаженны плащущие блаженны когда имя ваше будут поносить как не угодно и блаженство означает здравие сила благословение господня и в этой жизни следующий малейший означает погибший они спасены судом божиим называется малейшим наречется в царстве божием царством божием называется пришествие иисуса христа пришествие они просто царство небесное христос приходит не один а царством своим и вот эти люди нарушители девяти малейших заповедей юнейших они будут малейшими погибшими и когда это объяснял сектантом они намертво не принимают а почему полное стопроцентное обольщение это я тебе показываю святых отцов обольщение у православных почему потому что на этом обольщении главная вина будет на священниках они обольстили берут их свободу слепец ведет слепого оба упадут нет все понимают батюшка отвечает я буду за себя ответить нет я зачем буду знать библию зачем мне это считать батюшка знает он мне грехи отпускают вот почему ян затаус говорит большая часть священников погибает ты возложи ответственность на них как пастырь дорогой мой близкий ты бы знал как я люблю тебя и как хочу чтобы ты спас и вот силы небесные поколеблются когда я первый раз читал евангелие 1962 году то видимо одно из первых мест которые я запомнил на корабле работал мне подарили это слово божие и она 8 глава 44 стих дьявол есть лжец и отец лжи когда говорит ложь говорит свое у меня не было лжи я с детства был страхи божием я не знаю что солгал где-то хотя бы один раз но господь знает где я спотыкался и что со мной было я понял теперь я никто я навеки погибший вот бог дал мне это осознать и лжецом и убийцей как а в агафон ни одно ни одно обвинение не отверг все принял но не принял только одно что ты еретик там обвиняли убийцы пьяницей блудником он ничего не делал но горит павел горит ничего за собой не знаю но тем не оправдываясь бог мне судья и вот здесь когда сказали еретик а это не по немощи плоти увлечения грехом а по противлению церкви это умышленно я напрягался чтобы опровергнуть вот почему я так скорблю о сектантах да я православных которые нарушают заповеди я повторяю заповеди вселенских соборов поместных священники с легкостью отбросили не хотят крестить правильно полное погружение и все это ищут какие-то отговорки на епископа ссылаются не сошлетесь написано каждый за себя даст отчет богу не судите никак прежде времени доколе не придет господь оставьте мысли о канонизации оставьте что сегодня монах завтра монахский монах там это не поможет это игра детская а вот отвергающий меня 2 стихи я запомнил евангелие от я на 12 48 господь говорит отвергающий меня с большой буквы меня не выдуманного христа не и су и са у мусульман это не наш христос у них он у них не одевая рожденная духа святого нет он не умирал на кресте это не наш христос отвергающий меня меня с большой буквы тот который был от духа святого и марии и девого человечества вот символ то веры как раз и под подводит нас вот этого христа кто отвергнется а они 2 миллиарда мусульман отверглись его горе то какое хорошие люди хорошие труженики они не боятся смерти идут умирать но они христа не знают и не принимающий слов моих они принимают другую книгу они не верят этим словам и господь говорит нам через святое слово свое через святую библию этот человек имеет судью себе судью уже имеет сегодня имеет познакомься с ним подружись войди в авторитет к нему потому что он будет судить двоеточие слово которое я говорил она будет судить его в последний день вот чай воскресенье мертвых где я воскресну и говорит и явится на небе тогда знамение сына человеческого какое знамение я спрашиваю баптистов разных сектантов повторяя ни один не ответил это тысячи вопросов может быть сотни тысяч человек передо мной прошли перед большими собраниями на площадях и ни один не ответил почему потому что эту мудрость бог дал уже учителям одних поставил говорят пастырями учителями в третьих это послание к ефесянам первом послании коринфянам слово божий говорит их отвергать нельзя 12 томов полного собрания творений не сочинение как у людей златоуст не сочинял это творение и он растолковал это все в восьмом томе восьмой том седьмой том матфея восьмом и она девятые деяния и римлянам я насчитывал полностью поэтому знаю как у меня есть да я да он будет судить и мы чаем воскресенье мертвых и самый главный вопрос спасусь не я и вот теперь все остальное как пишет тихон задонский я мог бы выставить этот материал но просто не позволит это сделать ролик все говорит друзья что заработал идеи революции особенно сегодня меня мешает патриотизм это идол они заботятся слава украине долгие слова россии и вот это судья он будет судить нас я это прочитал и я понял мне надо войти в авторитет к этому слову и она меня будет судить для меня если только я не войду то что здесь написано под эту новую конституцию пропал я и пропал навсегда почему ян златоуз говорит у любой страны есть законы свои так называется закон один закон который в персии он не действует в риме бывает закон меняется с приходом другого калифа императора а слово божие вовек и она действует во все периоды политических изменений на все века на все народы на все религии один закон я это прочитал я понял какой я счастливый что я вник в этот закон я много занимался человеческими законами в армии еще изучал все политические конституции мира почему когда я попутно скажу началась перестройка ко мне приезжали с агатем городка откуда вот как вы это видите я им говорил там это половина филиппийской филиппийской и половина финляндии чем разбавить ни одной конституции нет но добавлял правитель не может быть верующим потому что ему придется прибегать к насилию я так между прочим так вот теперь если мы думаем на небе явится знамение сына человеческого это крест животворящий крест а сектанты все отвечают да это господь явится нет написано сын человеческий затем явится затем явится сын человеческий вначале знамение я на тауз говорит и крест животворящий на небе превышающий солнца яркостью тысячи десять тысяч крат а с какой целью три причины православные этого тоже ничего не знают первая причина чтобы страх навести на всех которые жили не по воле божией явится знамение это как знак что за ним явится сам господь и они воскресшие придут в трепет никакие флаги свастики звезды не помогут ни шести конечная звезда не пяти никакая не восьми мы будем оправданы согласно его слова значит по нему мне и надо жить и все в жизни направить к тому чтобы жить по слову его оно у меня будет судьею это мой господь сказал я не могу не признать авторитета ни канона соборов не канонов святых которые в книге правил не могу поставить выше слова божие а мне говорят вы все это выбираете чтобы вам выгодно вы берете а что не выгодно не берете но они не добавляют не мне выгодно бог дал мне память дал знания дал ревность углубляться в слово божие читать его ежедневно и поэтому кто бы он ни был я его сравни мне нравится а что подходит что оправдывается словом божием если это не по слову божию для меня нет авторитета почему а на суде божьем этого не будет там одно слово будет и поэтому я все вгоняю в это прокрустого ложа меня обвиняют совершенно неправильно нет моего учения нигде а вы отрицаете там даже это да мало что я отрицаю но восьмой тома и она златоуста половина творения святого и она златоуста половина написано творение приписываемое златоусту спуре и никто не знает кому их приписать и так отнесли к нему а внизу ссылкой кто бы это не говорил это неправильно интересно как за почему потому что тот о ком говорит златоуст или апостол павел он говорит говорит об этом он родился после павла павел не мог говорит о нем говорить между ними разница в несколько лет да значит отец я хочу продолжить вопросы он по евангелия по этой 24 главе от матвея вот где сказал что солнце под померкнет да вот по порядку хорошо значит господь сидел на горе ливонской приступили к нему ученики наедине спросили скажи нам когда это будет и какой признак твоего пришествия и кончины века ну вот вопрос судя по признакам что мы у финиша вот христианская история показывает что им здесь было и смуты и войны исполняются порочества библийские ветхого и нового завета даже ученики говорили что вот спрашивали не сияли время восстанавливаясь царство израиля он сказал не ваше дело знать времена и сроки которые отец положил своей власти вот здесь мы у финиша и вот здесь что должно прийти здесь ты помни тогда отец что я тут не до конца этот ответил к этому надо маленько будет вернуться потом я отвечаю ученики ученики когда сидели на горе ливонской они видели храм говорили о храме величественный сияющий в лучах солнца я господь сказал не останется камня на камне и он стал им отвечать они задали два вопроса соединив вместе когда это будет это это разрушение иерусалима решила о храме и какой признак твоего пришествия пришествие это другой вопрос сдвоенный вопрос но господь отвечал одновременно на 1 на 2 вот говорит когда труп где соберутся орлы 1 это означает трупом будет город иерусалим и римские легионеры как орлы у них орел на знамени был они нападут и начнет осаду делать васпасиан тит закончат вот это а второе пришествие его когда он явится на облаках и верующие будут вознесения к нему и встреча на облаках и полетят как орлы не устанут он как где их труп там соберутся орлы трупом христос назван почему у него язву будут на руках такие вот каждое слово которое здесь было сказано но имеет двойной смысл первоначально к семидесятому году к разрушению иерусалима и последнее последнему дню к страшному суду вот так и понимала ефрем сирин да 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 ну вот продолжим вот закончить от первого вопроса о символе веры да ну что вот я об этом говорю когда наступит страшный суд и некоторые говорят другие будут тела не другие эти же самые но измененные эти же самые ни одна волосинка не пропадет и человек станет и три причины первое почему знамение чтобы навести страх на грешников второе чтобы те которые воскреснут их ободрить верующих они рядом и третье для славы божией вот горит какая причина почему потому что прославь меня очень славой который я имел у тебя прежде бытия мира иду говорит прославь меня где на кресте нет больше той любви как то душу отдаст за ближнего господь это сделал и крест это слава христа это не виселица не эшафот он прославлен это святыня великая о чем говорит нам и ветхозаветный жертвенник который освещали был святыня великой прикасавшийся к нему освещался тем более говорят святы отцы жертвенных христов на который положили его распинали который пропитан его святой кровью вот о страшном суде как будет а дальше кто желает больше узнать ефрема сирина пусть откроет подробно объясняет каждое слово если какие-то отдельно есть слова я просто на выбор на выбор так взял пояснил на чем спотыкаются все что значит силы небесные поколеблются и что значит знамение вот и поэтому нам нужно жить в страхе божием оно будет судить в последний день я так вот это понял и знаю что бог будет судить а значит любишь меня первое это вопрос будет о любви вопрос о том полюбил ли я бога и спросил ли у него рождение свыше кто не будет иметь рождение свыше не может даже увидеть царствие божие не увидит и второй вопрос который я всем говорю это крещение духом святым и водительство духом божиим если этого нет исполнения полного в духе святом тоже погибель полная слушаю вот я по этому вопросу вот что он иерусалимы это относится к иерусалиму когда будет на спрашивали когда восставишь царство израилю и о втором пришествии значит здесь 7 на 5 стих вот и 4 5 стих говорится что он повел не отличаться и иерусалима но жить и обещанного от отца как вы слышали от меня иван крестил вас водою а через несколько дней будете крещены духом святым вода тогда они задают этот вопрос не съели время восстанавливающий царство израилю да не ваше дело и вот восьмой стих вы примите силу и на среде сойдет на воздух святой и будьте мне свидетель ее все время иудеи самаре и даже до края земли да и вознесся во славе значит вот посередине не все ели время значит как связать это значит вы будете крещены духом святым и примите силу когда сойдет на воздух святой значит это вот я думаю что это очень связано что именно крещение духом святым и значит когда восстанавливать царство израилю и не ваше дело знать времена и сроки это на втором пришествии я правильно сформулировал сформулировал это правильно но вот относительно царства то израиль вот тут надо понять повыше когда мы говорим о иерусалиме знаем что если еще и небесный иерусалим я нет я я именно вот я об этом говорю что об этом об этом мы будем говорить когда он сказал и сошествие духа святого вот писятница вот как относится именно восстанавливать ну вот к разумению этого разрушения иерусалима и второе уже значит а временах и сроках и встречи во втором пришествии вот несколько моментов нужно все таки взять повыше марсия божия которая есть она и называется иногда земными именами а господь это называется экстраполяция мнение через тысячелетия и другие эпохи она переносится накладывается и господь приноравливается как бы чтобы нам легче было понятно он выражается нашим языком потому что то что на небе глаз не видел уха не слышал на сердце не приходило никакая грамота не поможет и поэтому господь говорит так чтобы это приемлемо нам нам было вот говорит он иерусалиме но ты все время понимать что это все временно есть небесный иерусалим и где описывается небесный иерусалим в откровении это все прикровенно нам не надо метрами мерить какой куб будет стоять за этим что-то кроется что не приходило на сердце человеку и в данный момент говорит что сидите и ждите обитована конечно решила пятидесятница вот этот монастырь бог основал на 10 дней все монастырская жизнь кончилась а дальше идите по всему миру поэтому всем монастырям здесь крах как говорится крышка пришла они не послушали голоса божия и монахи отвечать будут за два миллиарда мусульман и сколько их за 1300 лет было из-за все что есть к ним никто не пошел ни одного и послали послали а вот это как раз противление воли божией идите по всему миру я не говорю чтобы взял их из мира но идите будет этот вопрос будет вот это будет будет теперь не в это ли время ты восставляешь мы я говорю что они понимали свержение римской власти и не в это время или время мы получим независимость не в это ли время наше государство станет таким какое было во времена царя давида и соломона у них ничего не было другого в голове а мы думали они думали когда встретились на дороге его мауса но совсем тем то есть они он неоднократно говорил что будет распят воскреснет у них ничего в голове это не вмещалось просто у них не было сосудов которые вложить это новое вино оно разрывало от старой мехи вот когда он говорил об этом они мыслями были с ним на другом континенте а слева и справа бы съесть а мы министрами хотим быть и вот он ему показал не этого ищите идти ищите прежде царствие божие правды его царствие божие прежде щитит они искали царство израильского здесь и господь видя что ничего не помогает он то однажды сказал как я томлюсь как хотел бы не извести огонь с неба и как я томлюсь когда-то совершится они его не понимали он как в тюрьме сидел христос в оригинале говорят такой именно смысл заложен томлюсь я не могу до вашего сведения довести как это будет но он все-таки господь возводил их на другую ступень не ваше дело знать времена и сроки израиль все еще тешится этой мечтой и они машиаха своего получат и будет его царство но царство не христова на земле он им не обещал этого царства а говорит царствие божие внутрь вас есть царствие божие не пищи питье но они понимали что если начальник значит и пищи питье в достаток и мне и моим знакомым и близким и но и все кто расположен ко мне не ваше дело царствие божие что мир святость праведность я в боге духе вас радость во святом духе а они об этом даже не помышляли и вот это царство приходит устанавливается царство израилева в нас когда мы принимаем христа исполняемся благодатью духа святого о чем серафим царовский и говорил постоянно не ваше дело знать а когда он обратиться когда исполнится буквально ни один человек этого не знает никогда вот допустим поэма нацина христианка он ее допрашивал альбин и допрашивая христианку он вместе с ней уже пристал на арену перед львами и моллил рим и я христианин вот это и есть когда вместе львы и агнец и теленок будут вместе один рыкает как савл а другой как степан ягненок а теперь они вместе и прострет руку на гнездо змея на любое злостное учение и не повредить тебе если выпьешь яд вот кратко о чем здесь речь идет вопрос задан двойной и двойной идет ответ и конечно эти души которые жили по заповедям божьим они будут со христом он их не покинет из таковых из царствия божия почему царство божие подобно женщине которая взяла закваску положила примеры муки матфея 13 33 самая короткая притча и ее объяснить не могут удивительное дело не православные не сектанты я грану есть но это притча это вот не знают там все эти все эти объяснена отец нет это душа которая взяла семя божие слово божие и положила в три меры муки первая мера услышать вера от слышания первая мера идите проповедать евангелие всей твари в первое в уши монахи воспрепятствовали они за это ответят и когда церкви сегодня священники говорят зачем тебе это знать ты ходишь чаще исповедуйся чаще причащайся не написано через рот а через уши вера не через причастие приходит а через святое слово вера от слышания а слышание от слова божия от святой библии а те сейчас я закончу три меры чтобы не нам не возвращаться второе если человек услышал и не поверил это брошенное при дороге налетели и поклевали демона растащили как это кто уверует и приняли игры три тысячи человек уверовали то вторая мера допустить до сердца веришь ли ты вот он слушал ехал евну а теперь говорит а вот вода что препятствует крестить а веришь верю то есть вторая у него уже мера муки вскисла а третье у него не было а третье какая вера без дел мертва уши сердца руки ноги все органы которыми мы движемся языком которым говорим значит услышать поверить исполнить эта душа спасенная будет по слову божия из таковых спасенных царствие божие созидается вот как говори ну вот дальше мы продолжим здесь вот это это же глава от евангелия от матвея 24 глава берегитесь чтобы кто не прельстил вас ибо многие придут под именем моим и будут говорить я христос и многих прельстят вот вопрос о прельщениях здесь именно вот как мы православные православной церкви но в мире здесь значит ну вот раскрою эту тему прельщение церкви и и в мире но прельщение в церкви но хороший вопрос то но вот слово прельщать от слове прелесть давайте так скажем это прелесть это принять ложь за истину так формулировка в общем то так но сначала разобрать слово прелесть да да вот я говорю или положительное или отрицательное прелестное лицо прелестное лицо я познакомился с девушкой а у ней прелестное лицо мы говорим сильная у православных не принимается за положительное они это как клеймом как жупелом как серые клеймят о это в прелести о чем бы я не сказал в прелести исключить это слово из обихода а теперь только возьмем уже глагол от него что правильно понимать берегитесь то есть этого надо беречься а где это берегитесь евангелие от матфея 10 глава 17 стих берегитесь людей людей берегитесь вот написано это уже под после падения человека в районе ему не могло быть это сказано потому что нету а чтобы не пристил вас кто змей пристил завистью дьявола смерть вошла в мир вот об этом премудрости соломона мы и считаем откуда она пришла завистью позавидовал людям где пристил чем знанием приятностью на вид и люди пристились но результат был такой которого никто не ожидал содрогнулась вся вселенная и потребуется тысячелетие чтобы вернуть в первозданное состояние конечно это божий план так скажем так берегитесь людей берегитесь прямо говорится и людей тогда враг был змей здесь остерегайтесь люди это тоже самое остерегайтесь остерегается чтобы не упасть рядом пропасть берегись чтобы не упасть пропасть это не ними не меняет положение одно и то же чтобы кто не прессил вас. Одно дело человек, который прещает, не понимая самозаблуждение, другое, когда умышленно. А умышленно это деяние апостолов 20 глава, 29 стих. Роковые стихи для священства. И будут говорить превратно, чтобы увлечь за собою. То есть прещение. Сегодня это прещение в церкви. Прещают чем? Причастием. Это самая страшная игра, какая есть на земле. Люди многим играют, а священники играют причастием. А я не допущу до причастия, а я отлучаю не за грех, за непокорность. Ему что-то сказали где-то. Я это много лет исследовал. И поэтому опасность для них, в первую очередь, их прельстил враг. Они превышают полномочия. Причастие, то есть тело Христово дано для всех. И испытывай сам себя. Ты должен. А сегодня так. Ну обычно как? Церковь рассматривает. Если человек согрешает, жил там прелюбодеяние девять лет, там лут семь лет. И человек плащет, не уходит. На четыре ступени он плащащий, припадающий, слушающий, купно стоящий. Установили. И он ждет, когда он причастится в первый раз. А если заболел в это время, когда отлучен был на десять, бывает даже на тридцать лет за волшебство. Вот. И заболел. Его причащают. А он выздоровел. Этот срок снова начинается с того, где он закончил. Сегодня наоборот. Человек за собой что-то заметил. Он неправильно был крещен. Просто лоб помощили. Он не был крещен. И он это понял, слушая наши передачи. И говорит, я хочу принять правильное крещение. И, а раз готовится к окрещению, он и не причащается. Как взыграли попы, как родственники. Да он не причащается. Это бесы. Это демоны его. Это он через вас меня начинает клеймить. Человек это психиатрия. Муж на развод подаю. Чтобы так тянули к причастию, никогда в истории мира не было. Наоборот. От причастия отлучали. Отлучали. Если незаконно отлучали, их проказа покрывала. А чтобы тянуть к причастию, этого никогда не было. Я уже думаю, есть ли что в причастии в этом. Зачем с такой силой выходит священник и все время кто не причащался? А исповедует три. А причащает другие три. Народу тьма. Никто никого не знает. Стоят совершенно неверующие, некрещенные. Я это узнал. И они причащаются, выходят и при счастье выплевывают на улице. Говорили вино, а мне что-то попало в рот. Ойкает, стоит. Я собирал и потом тащил священникам. Вот это безумие, это прелесть. Прелесть поповской среде. И что? А регламентирует каноны архиерей. То есть исполнять и не исполнять архиерей. В Польше безумие нельзя придумать. На вселенских и поместных соборах, если ты не знаешь, можешь записать было примерно, потому что цифра колеблется, примерно 1570 епископов. 1570. Их все отвергают попы. Отвергают, как будто никогда их и не было. Ты попробуй хоть одно правило на дороге отвергнет, и тебе живо прокомпосируют мозги. Лишишься права, да какой еще штраф получишь? Вот как. Берегитесь, чтобы никто не прессил вас. Кто прещает? В первую очередь в раю прещение было. Для нас церковь это как наша обитель, и там главное прещение. Я много этими вопросами занимался, и вижу, а как? Начинать надо с пасторами. Я отдельно вел занятия со священниками. И что интересно, все до единого признали, что они готовы только слабенько, готовы быть оглашенными. Оглашенными. И они вышли перед народом и стали просить прощения. Мы не достойны даже христианами называться. Мы, попы, которые обманывались, друг перед другом величалися. А он и надувается сегодня, по-гречески одно слово узнает. Ой, так это не только погружать, это омовение, это омывать. Да уже принято. Под водой скрывается, и Кирилл Русалимский говорит, что ты словами играешь-то? Да это обмакивать. Ну, правильно. У глагола много значений. Есть слово кост по-английски, у него 28 значений. И что из этого? А ты по смыслу смотри. Крещение это погружение. И в церкви сегодня не крещеных тьма 99%. Подумай, отец, как это дело выправить? Я крещу, а он гордый, он критикует. Я не критикую, я открываю правила. Правила крещения. Милоша, посчитай толкование. И говорит, если не в три погружения крестить, да будет извержен. И так как на попах это правило апостольское 50-е не действует, а они лютые волки. Не щадящее стадо. Деяние апостолов, 20 глава, 29 стих. Вот главное прельстители где. А дальше сектантов сатана обольщает. Они все спасенные, спасенные навсегда, мы спасенные. Да я по слову Божию докажу в течение полчаса тебе приведу места Писания, где о спасении ты можешь говорить только как о дарованном тебе даре, которое обнаружится, получил ли ты его до конца или нет на суде Божием. И прямо они не признают святых отцов, я только одной Библией с ними беседую. И когда бы не беседовал, закончится полным покаянием у них, а у батюшек нет покаяния. Я говорю, где ты захватил слова-то страшные. Говорить о них и будут говорить «Я Христос». То есть церковь Христа, у нас Христос, там Виссарион, «Я Христос». Вот пришли там где-то все эти рерихи, они как Христы. Беловодья там открывают и прочее. Блаватская. Это все под именем «Я Христос». Это Кришна. Это тоже перевоплощение разное, говорят. Под видом Христа приходят разные там, где это все спасители мира. Это все они придут и будут прельщать. Вот поэтому о прельщениях в православной церкви меня больше всего это заботит. А как можно сказать? Никак ждать, пока Бог выжжет эту проказу. Я проказы называю священством. Большего зла никто не делает, как они. Почему? Иоанн Златоуз говорит «Я никого так не боюсь, как епископов». Это говорит он. Иоанн Златоуз. Пятый век только начинается еще. Как говорит об этом Дионисий Александрийский. Об этом говорит Ироним Стридонский. Меня, говорят, допрашивают. Обвиняют в ересь. Я отвечаю. Мне не верят. И написано. Состояние людей было такое. Тупое. Неверующее. Что еретиков признавали за православных. А православных за еретиков. Это православные. И они сегодня такие же. Я это в обвинение в свой адрес поставил на сушу. Раскольник там, сектант. Ну, вызовите меня на суд. Во свете Библии судите. А мне отвечают. Они говорят, что, самоубийцы разве? Слушаю. Вот я так понял, что здесь они дают причастие и не разъясняют главного его содержания. Поэтому вот люди слепо причащаются и вот как получается в осуждении. Вот откуда эта беда. Священники невозрожденные. Они не рожденные свыше. Из них единицы, которые получили рождение Духа Святого. Они научаются друг от друга. У нас знакомая одна недавно пошла к батюшке и говорит, ну вот написано. Он говорит, что ты Ветхий Завет берешь? Он давно отменен. Отменен. А спрашивается, тогда самарянин два динария, которые дал в гостиницу. Что это означает? Он не знает. Я говорю, а скажи, спроси. Евангелие от Яна 5.39. Христос говорит, исследуйте Писание. Ибо через них вы думаете иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Он говорил людям, которые стояли перед ними. О каком Писании? Это два... После смерти я закончу. После воскресения Христа первое Евангелие от Матфея через 5 лет. Марка через 7 лет. Другие Луки через 15. Иоанна через 35. Это приблизительно так. Христос говорил, конечно, только о Ветхом Завете. Его не было другого. Дальше. Евангелие от Матфея 22 глава 29 стих. Запиши. Я его заучил наизусть первый день. 22.29. Заблуждаетесь, не зная Писания, не силы Божьей. Тысячу лет Россия жила без Евангелия, без Писания. Заблудили попы. Перевод сделали в 1879 году и сказали, что это для домашнего чтения. Сегодня не могут добиться, чтобы в церкви считать то, что принято, то, что издается по благословению Патриарха, Синода, зарубежного, дореволюционного. Не дают считать в церкви. Считают ересью. Что спрашивать-то? Кто виноват? Кто эту прелесть посеял? Кто это все сделал? Это сделали священники. Кто главный эретикиарий? Ну, пресвитер. Кто такой несторий? Патриарх. Кто такой ифтихий? Архимандрит. Кто главный это ересь? Это не сторожане и кухарки делали-то. И они теперь причастием играют. Они не причащу и ты сдохнешь под забором. Прямо стоят и надмиваются. Но они что? Они о Голгофе не рассказывают. О крови, которая течет в оставлении грехов. Они эту Голгофу переместили в чашу. Нужно сказать, что чаша это только оттуда. Это вторичная чаша. Вторичная, не первичная. Первичная это ну без Голгофа какая чаша-то? Христос должен был умереть и потом только чаша появится. Только тогда. А они играют о Голгофе ничего не знают. Причащайся, причащайся чаще, исповедуйся чаще. Я говорю, исправляют? Да нет. Все до одного священника мне говорят. Я говорю, что этот куриный помет в бочке крутите? Как у меня был Архимандрит от Юрасов Амброси. А как ты, чтобы избавиться от этого? А так, рожденный от Бога не грешит. Подведите к этой ступени. Подведите к тому, что в любви нет страха. Они этого не знают. Еще раз напоминаю для тех, кто не слышал. Был такой архиепископ Василий Брюссельский. Брюссельский. Это недавние времена совсем. Может быть, лет 40 назад, 30 лет назад он. Прям совсем рядом. И он о Симеоне новом богослове писал. У него книга там такая есть. Но дальше и говорит. Перевод его делал Феофан Затворник. Василия этого нового. Симеона нового богослова. Симеона нового. И Феофан не решился переводить некоторые его труды. Феофан знаток языка греческого не решился. А причина какая? Весь народ понял бы, что он неверующий. почему они не переводят Исаака Сирина всего? Почему Симеона нового богослова скрывают? А там ничего другого нету, как рождение свыше, водительство Духом Святым. Почему этого не боялся Серафим Саровский? Вот тебе ответ. Прелесть-то главное. Откуда ползет? Отсюда. И когда истину говоришь, они готовы растерзать сейчас меня. Там где-то в Почаево какая-то группа монахи, священники, мной занимаются сейчас. Отдельно заняться Кемеровской епархией. Уже три года занимаются. И нигде ничего нету. Нет ничего. Я на это отвечаю. У нас был епископ 13 лет Евтихий. И как-то сидели мы с епископами здесь. И он говорит, вам, Игнатия, никогда не обвинить в неправославии. Он сугубо православный. А непрещенные. А почему? Мне нравится выражение святого Нила Синайского. Нил Синайский. Он говорит, предвзятость, то есть заранее настроенный против, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба, гнев вообще отнимает разум. А они прещенные. Они в гневе. Они не могут здраво мыслить. А что делать? Извергать и ставить готовых. Они ставят до 30 лет. Они ни во что ставят. Это апостольское правило. Шестой вселенский собор. 14-15 правило. Все правила порушили. Повторяю, нарушение в церкви сегодня идет по прелести. 413 правил из 719. Как нам верить-то им? Сегодня священнику можно верить только в том смысле, если он будет говорить по Библии. Он вообще огородит, что попало. Псалтырь Богородицы распространяет. Я говорю, ересь, сожгите и в печи. Все, что говорится о Христе, 90-й псалом, переменили к Богородице. Это совершенно безумие. И она этого не желала. И церковь этого не благословляла. И где не посмотришь, одна прелесть. Причина одна, нерожденная свыше, и нет у них авторитета Святой Библии. Вообще нету никакого авторитета. Я говорю, каноны, а этот сатана ему дает знать каноны. Я говорю, а вот говорил Златоуст. А что ты на Златоуст ссылаешься? Я иду с архиереем и говорю, будущий митрополист Ставропольский. Я могу имена называть. Гедеон, Докукин фамилия. Я говорю, Василий Великий, вот как правильно говорит Игнатий. Кто ли ты не знаешь? Ну, кто такой Василий? Ну, такой же мужик, как и мы. Ни чем не отличается. Вот с этим я уже, про меня пишут и говорят, но этого Игнатий потерпеть уже не мог. Это люди, которых называли ангелы во плоти. И я не православный. А они православные. Да вы православие не нюхали, вы даже его не знаете. Православие это чистота, это красота, это в первую очередь Святая Библия, это каноны все до одного. Это святые отцы, это жития святых. Вот четыре параметра, по которым надо сверять свою веру. Вот я тебе как отвечаю. Ну, Олец, здесь много вопросов. Восстанет народ, народ здесь хорошо поднять вопрос национализма. Я просто вопросы поставлю, потом, и главное вот на эту тему. Олец, подожди маленько, я отвечу коротко. Народ, народ это внутри Майданы, внутри революция. От царства на царство это Россия пойдет воевать, завоевывать Финляндию, пойдет завоевывать Польшу, царство на царство, Гитлер сюда пойдет. Вот какая разница между этими словами. А национализм? Какое? Национализм. Понимаешь, это национализм может еще не завоевывать. Сидеть только. Как правило, национализм очень легко переходит и в юдофобию, и в шовинизм. Национал. Это только наша нация особый череп начинает измерять, и какая, лучше. Перед Богом нет разницы. Бог выделил только одну нацию. Бога избранный еврейский народ. И когда начинают мне, да вы что, евреев там, хочешь, я тебе прям сейчас, вот, у меня желание, разреши, пожалуйста. Ну да, да, да. Вопрос маленько. Люди будут когда слушать, чтобы они увидели. Ну, у тебя, если есть, ты можешь открыть. Открой третью книгу Ездоры. Сейчас я найду. Давай. Ты его найдешь и сразу откроешь. Так, третья книга Ездоры. У меня этого нету. Как нету? есть, внизу, внизу. Вот. Третья книга Ездоры, пятая глава. Ездоры, да. Но Ездоры здесь одна книга. Третья книга Ездоры. Ездоры, одна книга здесь только. А, нет, это у тебя не каноническая, это не православная у тебя Библия. Да, 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 у меня книга каноническая. Да, ну, да. Так, вот теперь отсюда мы можем кое-что немного прочитать. Он спрашивал, а он ему отвечает. Ездор, третья книга. Третья книга Ездоры. И вот я сняю с какого стиха, ну, все-то кто-то просчитает, ну, хотя бы немножко-то он. И вот говорит, вот, это Бог говорит, Бог, это действительно так, подтверждается другими местами Писания. и он говорит, Владыка Господи, 23 стиха, ты из всех лесов на земле и всех дерев на ней избрал только одну виноградную лозу. Ну, это действительно так, я и смистина виноградная лоза, не сказал, что, хотя Господь, как и кедровое дерево и проще может быть, избрал одну виноградную лозу. И мы об этом считаем в книге студий, когда решили избрать дерева над собой начальником, никто не согласился. Маслина говорит, как я оставлю масло мое, виноградное, как оставлю сок. А Терновник говорит, я буду. И Ленин выскочил на броневичке, а там Шикель, Грубер, Гитлер выскочил. Меня изберите, меня, меня, меня. Вот и вышел. Вот. Бог избрал виноградную лозу. Спору нету, все соглашаются. Даша, ты из всего круга земного избрал себе одну пещеру. Какую мы не знаем, но избрал. Может быть, ту, где он родился. Из всех цветов во вселенной ты избрал себе одну лилию. Ну, действительно так, песня песней об этом говорит. Ну, а роза почему не избрана? Зачем спрашивать? Когда он избрал? Он, Господь Бог, из всех сотворенных птиц ты наименовал себе одну голубицу. Ну, почему одну? А павлин-то красивее ее. Павлин. Так, а сколько есть еще птиц, которые полезнее индюки, гуси, куры, перестань пустословить, ездра. Он, ты сам говоришь, тебе Бог открыл. Ты наименовал, ты Бог наименовал. С этим ты ли соглашаешься или нет? Почему? Да в духе смятом. Голубицу приносят в жертву. Голубица прообразует душу. Голубицу видели из ус праведников и ходила в виде голубицы. И, понятно, спорить не надо. Ну, ладно, верующие соглашаются. Верующие, православные, националисты. Я на вопрос о националистах отвечаю. Смотри, куда я тебя закинул. Из всех сотворенных скотов ты избрал себе одну овцу. Ну, надо доказывать или нет? Да. Ну, он говорит, вот, агнец Божий берет на себя грех мира. Как овца на заколане ведом был, пророк Исаия, евреи это знают. Я спрашиваю этих наших патриотов русских-то. Ну, вы будете спорить с Богом? Да почему овца? Да зачем чамкать-то? Ты должен сказать, ну, ослон больше, вот, есть козел, там, ну, разные, но избрал овцу, овцу. Ну, ладно, добился, поверили. Из всех многочисленных народов ты приобрел себе один народ и возлюбил его, дал ему закон совершенный. Скажите, какой избрал? Все сразу, какой? Конечно, русский, богоизбранная, святая Русь. Вы так уверены? А скажи, какой он закон дал, закон совершенный? Совершенный закон, называйте. Покажите, где он возлюбил его. Ну, молчу. Это богоизбранный иудейский, еврейский народ. И он таким и будет до конца. И не отверг его Господь. Не отверг. Остаток спасется. И я из народа израильского, Павел говорит, но ныне Господи, дальше поясняет, а чего же ты предал одного, этот народ, многим? И на одном корне ты насадил другие отрасли. Ну, как говорит, по природе дикие привилисты. И рассеял твой единственный народ между многими народами. И попрали его противники обетованиями твоим. противники обетованиям твоим, которые против, и заветам твоим не веровавшие. Вот у русских народ вот эта иудофобия, ненависть эта, бей жидов, спасай Россию. Это не на пустом месте выросло от того, что Библию сбросили. А какое преимущество евреям? Что они гонимые, что в Освенцами, что Холокост. И Холокосту уже не было. Преимущество в одном. Им верено Слово Божие. И как бы не это преимущество, мы бы с тобой, браток, не разговаривали. Дорогой мой, милый еврей на ум. Ты счастливый человек, к избранному народу относишься. Но если ты не будешь исполнять волю его, ты содрогнешься. Горе всякой душе и, во-первых, иудею. Вот это надо повторять. Ну вот я тебе на тот вопрос и отвечаю, как есть. Да, это Езра, третья Езра, я обязательно... Третья Езра, пятая глава. Вот. Да, да, это обязательно. Вот национализм, о национализме я тебе ответил. Да. Теперь будут глады, морозы, млетрясения. Гладами называется голод. Вот, когда Ленинград был окружен, там вымерли, на Пискаревском там находятся. Моры, это скотина вымирает. Мор. Мор это животное. Ну и землетрясение по местам в буквальном смысле и землетрясение Бог будет потрясать души великих и малых. Голод это то, что у людей не будет слова Божия в духовном плане, я теперь поясняю. Второе это. И моры и заморят тех, которые как скотина, как скот, я был пред тобой. 72-й псалом. И все это начало болезни. То есть, это еще не окончательная эпидемия, болезни. И тогда будут предавать вас на мучения. То есть, это всегда было. Убивать вас и будете ненавидными всеми народами за имя Моя. А сегодня патриарх, папа там со своими вождями, это все кончится. Мы должны людей учить сегодня правильно болеть и правильно умирать. Болеть с благодарением Богу, это дар Божий. И умирать правильно это великая честь умереть за Христа. Я вспоминаю, как русские в Афганистане были и афганцы говорят, ну нам попадали русские в плен, шурави называют их, ну и ведут на расстрел, говорят, а он плачет, готов что угодно сделать, лишь бы только остаться живым. Говорят, плохой народ, разве можно плакать? Ты идешь к Аллаху, ты должен с улыбкой идти. У них часто бывает перед повешением он улыбается, народу и идет. Смерть ни во что нужно ставить. А как это видно? Нам пример брать не с них надо, а со святых. Вот Гури Самонавив, как Георгий Победоносец, ну и по порядку, как Степан умирал, как апостол Павел Петр. Всегда христиане шли радостные, торжествующие. Вот у Джона Буньяна путешествие Пилигрима, об этом говорится, там огненная колесница подхватила и понесла. Ну, по образу пророка Ильи. Вот вопрос как. Гонение в современном мире ты задаешь. Соблазняться многие, то есть соблазняться не пойдут на это. Вот это сейчас, что секс-меньшинство разное называют, все заменили другими словами. И они набрали такую силу, что если кто назовет их садомитами, то их людей судят. Судят! И главное, судят за что? Я посмотрел, сколько лет дают. Это даже поверить нельзя. Ну, пришли к этому, а как? А ты умри за это и называй их только так. Садомляне должны сгореть. Это начало болезни. И будут предавать на мужчин, убивать. Ну, что? Нам предсказано. И придет, говорит он, и будет бороться, и дано ему святых победить. Это единственная религия в мире, которая сама себе говорит о полном своем истреблении. Если мусульмане говорят, что мы захватим весь мир, то христиане говорят, мы потеряем весь мир. Наоборот. Дано победить. Ну, кое-где останутся в ущельях, потому что при счастье все творите в моем воспоминании, доколе он придет. То есть, до пришествия Христова. Почему многие соблазняются, ты спрашиваешь. Соблазняются и не ходят в храм. А зачем туда идти? Один священник, это Петр Мещеринов пишет, разговаривает, видимо, он сам и разговаривает со своим бывшим прихожанином, или как, и говорит, что-то тебя долго не было. Так, а я сейчас в православие не хожу. А куда же ты ходишь? К баптистам хожу. Я, говорит, обошел все а те хоть что-то договорят. Вот и все. Почему Иоанн Златоуцкий говорит, если одна душа погибнет по твоей вине, о священник, тебе не хватит всей жизни. Я лично с тобой хотел поговорить на эту тему. Вот сейчас ведут люди занятия, я говорю, а вы по занятиям-то смотрите, как вы, они вас слушают или нет. Да вы сейчас... Ну, или человек ходит и ходит, что надо? Ходит, причащается. Это обольщение. Надо, чтобы человек исполнял все. Было благоговение, страх Божий. Я у тебя видел, как люди одеты, полураздетые стоят, женщины. А я спрашиваю, а почему вы так одеты-то пришли? Ну, прям все. И грудь открыта, и рукавов нету. Ну, тут, знаете, это Грузия, это жарко. А у вас мусульманская мещеть есть? Начинаем говорить, да в этих южных странах южнее вас живут. И ни одна даже на улицу не выйдет, а вы в храм Божий пришли. Если ты сейчас будешь настаивать на этом, одеть их прилично, как говорят, пристойно одеваться святым, как прилично святым, апостол Павел пишет к Титу, они тебя возненавидят. А ты добейся, у нас на занятия, на занятия в университет, у меня не приходили в брюках, у меня не приходили без платка, ни одна женщина, ни одна девочка. на занятия в университете, а уже про церковь у нас и говорить не надо. Наших людей за мусульман признают, смотря на них. Добейся этого. И ты уже даже сегодня начнешь или искать извинения, это 141-й псалом, да не уклонится сердце мое для извинения дел греховных. Или будешь трудиться в поте лица. Тут тебе, конечно, главная помощница была бы жена. Она легче с женщинами. Найди таких, имеющих страх Божий, переодень их. Мы православные, у тебя бритых сколько в храме-то? Ты добейся этого, чтобы не было. И есть такие, которые курят, и ты это знаешь. У меня даже, которые курят, они имели для себя маленькое послабление на занятия, когда ходили в университет. В этот день не курить, в этот день хотя бы. Я не мог требовать это не прихожане. Но если он курил, и от него пахло, мы с ним расставались. Я ему запрещал приходить на занятия. И тогда человек бросал, бросал, скрипел, но приходил, а потом стал верующим. И вот соблазнятся многие. Почему? А какие вы верующие? Вы что-то все смотрите, галстук не так, застегнутый должен быть. А застегнись! На меня нападают, а они не понимают. Я с ними разговаривать не буду. Я говорю, почему у вас без пояса? Пояса нету. Но зачем пояс? Зачем? Запиши цифру. 103 раза. 103 раза Библия говорит о поясе. 103! Раз пояс, два пояс, три пояс, надень пояс, надень пояс. Тебе не по мозгам это? Да ко в Новом Завете. И в Новом Завете. Ще этот пояс? Того так свяжут. А то Павлов пояс был. Ага, взял когда. Петр находится в вузах. Это верующий человек. Ему ангел явился. Надо бежать скорее. Нет, говорит. Обойся и припояшься сначала. Сначала пояс надень. Да мне ли до пояса? Мне выскочить скорее. Не рассуждай. Повторяю 103. А распоясавшийся только один раз. И говорится в отрицательном смысле, когда Рапсак подошел к Иерусалиму. Ему языки ответил. Не хвались. Подпоясывающийся, как распоясывающийся. Надень пояс. Пояс это знак истины. И начинает говорить. Ну у русских это широкая одежда была, чтобы ветром не поддувало. Это животы. Там разную глупость плетут. Какие животы? Лев Толстой стоит. Посмотри у него. Вот пояс. Вот так вот стоит он. И рука стоит за поясом. Тебе видно или нет? Вот. Да, да. Это для поддержания штанов. Ну как ты поддержишь штанами, когда на середине в воде? То есть всякую дурь гонят. Это пояс. Сидят мужики, обедают. Картина Поленова, Сурикова. Все до одного с поясами. Мальчишки играют в бабки с поясами. До единого все. Все. Милиция с поясами. Монахи с поясами. Это вы, православные только, иноземной моде. Заправлять брюки, это немецкая мода. У вас есть своя. Посмотри на своих. Какие кушаки у грузин были. Посмотри, как евреи подпоясывались. Ты, если откровение считаешь, ты должен знать. Написано, видел я ангелов, у которых по золотым поясам припоясаны. Даже в вечности. Даже Христа видели. Сына человеческого припоясано по перстям. Перстям это по грудям. Это означает два завета. Но, однако, пояс. Написано пояс. Не надо ничего выдумывать. Припояшьте шресло ваше истинное. Ну, так еще, это раз истина. Это напоминание. Мы для этого крестик носим напоминание о Голгофе. Не надо отвергать. Это не маленькое дело. Я вот всем говорю, вы знаете, что такое галстук? Ну, это красиво. Ну, чего красиво-то? Веревка болтается. Он не греет. Это не атрибут одежды. Это масонский знак. Масонский. И Гитлер в галстуке был. И Жуков в галстуке был. И мусульманские в галстуке. Это одни масоны. А как по порядку? Утром человек встает, надевает, пуговки застегнул, надел, а потом галстук. А теперь, если в домашней обстановке, он где-то, допустим, Путин, вы его не увидите никогда, чтобы пуговицы были застегнуты, когда без галстука. Почему? Второе правило. Если галстук снимаешь, расстегни пуговицу. Расстегни. Все до одного расстегнутые. Почему я до этого дошел? Ты не можешь дойти. Поставь это правило. Тебе приходят мужчины, чтобы все были застегнуты. Русская, советская армия отступает. Уже под Москвою. Речь идет о 10 миллионах солдат. И все до одного застегнутые. Да нам ли о пуговках думать-то? Ты не рассуждай. Это правило. Это показывает, что ты собранный. Ты на стороже. Я в армии служил, знаю. За одну пуговку тебя сгноят, если ты не будешь подчиняться. Не надо думать. Вот так. Галстука, чтобы ни одного не было. Ни дома нигде не надевали. Чтобы женщины в брюках не ходили. Наведи в этом порядок. И видно будет, что наши разговоры не для красного словца. Мы говорим, потому что это делаем. У нас этого нету. Совсем нету. Одна была даже где-то, она далеко ездила. У ней за городом дача. И ехала в брюках. А ее другая наша сестра видела, выговорила. И она пришла и перед всеми покаялась. Вот и весь сказ. Почему? Потому что все это важно. Если бы не важно, неважных слов в Библии нет. Святая Библия говорит. Жена, молящаяся, с непокрытой головой постыжает голову. И заметьте, вот сидят у Осипова, там у других, там маленько встречаются. Нигде нету платках. Заезжаем мы в Ингушетию. Заезжаем в Чечню. Едем по Турции. Все в платках до одной. Мусульмане, не христиане, они это знают. Да где же вы будете тогда? Если без платка она не молится, она не молится. Молитва может у тебя течь в любом месте. Сектанты все без платков, они не молятся. Не молятся. Мне это понятно, почему другому не понятно. Я это все получил на молитве. В страхе Божьем. Я много подготовил материалу о страхе Божьем. Очень много. Последний вопрос. Давай на другую. Да. Последний вопрос. Ну вот, ты много ответил на него, но я тоже что-то подготовил. Теперь на прежности. Отец, подожди. Вот прещаются. Запиши, какое место. Опрещение. Ио 31, 27. Ио 31, 27. Престился ли я в тайне сердца моего и целовали ли уста мою и руку мою? Когда человек прещается, я сам, я сделал, я нашел, я выучился, я стал таким-то. Это Бог дал. Бог. Вот. Придут многие под именем моим. А теперь Даниила 13, 56. Запиши. Где прещение бывает? Даниила 13, 56. Ага. Красота прельстила тебя и похоть развратила сердце твое. Иные прещаются красотой. А счет Сусанны, да? Да. 13, 56. Прельстила красота, похоть развратила. И вот люди иногда, я пришел в храм, и вот эти люди престились, когда от князя Владимира были, пришли. Они престились. Почему? Самое красивое богослужение. Я говорю, если бы в это время рядом на другой улице апостол Павел вел богослужение, они бы сказали, что мы были как на небе. Конечно, нет. Им разницы не было. Это мусульманское, еврейское богослужение. Они не понимали ни на каком языке. Они увидели вот эту красоту, обоняние, пахнет хорошо. Может быть, дали даже просворку им. Вот. Они это увидели. Мы были как на небе. На каком небе? Это языческие послы. Это на языческом небе были. А сегодня это муссируют. Князь Владимир, он не мог избирать веру. Может избирать тот, кто знаком со Христом. И он бы сказал, мне нужна вера такая, как была у апостола Павла. Они не могли этого сказать. Они избрали то, что вот у нас сейчас и есть. Одна обрядность. Меня православные за это заклюют, что я говорю. Вы против православия? Нет, я за православие. Какое есть, такое и пусть будет уже. Уже никуда не деться. Но не это главное. В уме хотел приложить. И главное – это Христос. Главное – Христа знать и Святое Слово Божие. И жить по Нему. По причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Любовь. Вот. Чтобы понять, что это такое, я скажу тебе. Просчитай, как сказать, рассказ или не рассказ, а даже новеллу. Достоевского. Называется Село Степанщиково. И его обитатели. Село Степанщиково. А слово Степан. Да. И его обитатели. Его обитатели. Молодец. Вот отсюда ты увидишь, что это такое. Ага. Это я перечитаю. Да. И другим дай прочитать. Как можно выкамуривать? Там такой был Фома. Фомич. Значит, во многих охладеет любовь. Здесь у меня вот по этому вопросу есть вопрос. Иоанна 14,18. Нет, не 14. А. 4,18. Во. 1 Иоанна. 1 Иоанна. 4,18. Да, это послание. В любви нет страха. Вот совершенная любовь изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершеннен любви. Так. Отец, это вопрос большой. Я его отвечу полностью. И на этом мы закончим. Ладно? А потом ты придешь еще раз. Ну тогда, подожди. Давай мы на этот вопрос оставим. Нет, я его я тебе отвечу. Потому что ты уже задал его. Я пригодствую. Ты записывай. Я буду говорить. Ты быстро записывай. Долго записываешь. 2 Параллель Паминон 19,7. Да. Я уже записал. И тогда будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. То есть это заповедь Божия. 2 Параллель Паминон 19,9. И дал им повеление. Говорят. Так, действуйте в страхе Господнем с верностью и с чистым сердцем. Я слова не объясняю. Тут требует... Дальше. 2 Параллель Паминон 20,9 стих. И был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И поэтому территория вокруг Израиля, которая настоящая сегодня, в 500 раз больше Израиля. Ничего с ним не могут сделать. В 500 раз. 2 Параллель Паминон 26,5. И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию. И ты учи этому. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. Сегодня нет страха Божьего. Священники не насаждают и ничего нету. Бог не споспешивает. Самые отвратительные грехи делают православные. Ниемия 5,15. Ниемия. Я же не делал так по страху Божию. Почему не делал-то? Иоанн Атаус говорит так. Знаю, что страх Божий больше содействует спасению, чем обещание будущих благ. И многие презрели бы обещанное Царство Небесное, если были бы свободны, свободны, освобождены от гиены, от наказания. Это в Новом Завете пишет. Страх Божий на первом месте так и остался. Игнатий Бринчанинов говорит так. Если ты не испытал страха Божия, а только лопочешь о любви, начни сначала. Ты еще не начинал даже. А стихтанты все. А любовь совершенно изгоняет страх. Я говорю, у тебя страха нет. Какой страх? Я спасенный, то есть на облаках ноги свесил. А когда начинаю говорить, через 5 минут он уже начинает дрожать. Как Лис Осиновый. Ио 28,28. И сказал человеку, вот страх Господень. В чем заключается? Истинная премудрость и удаление от зла разум. Псалом считают над покойниками и считают верующие в Новом Завете. Ни одну книгу так не переносят в Новый Завет, как Ветхозаветный Псалтырь. Ты это знаешь. Ее считают на богослужениях. И послушай, мы это сами считаем. Не будем перетолковывать. Псалом 2,11. Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Псалом 9,21. Наведи, Господи, страх на них. Да знают народы, что человеки они. Это мы просим Господа. Псалом 18,10. Страх Господень чист пребывает вовек. Суды Господни и истины. Все правильные. То есть, страх Божий вовек. И в Старом и в Ветхом Завете и в Новом. И 33 стих. Псалом 12 стих. Я это первый стих, который услышал в храме. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Мы же это считаем. Куда денется страх? Изгоняет страх. Это совершенная любовь. А совершенная будет только в вечности. Псалом 85,11. Наставь меня, Господи, на путь Твой. И буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе Твоем. То есть, не ходить в истине, ни на пути Божьем не может человек ходить без страха Божия. Псалом 110,10. Легко запоминается. Две десятки. Начало мудрости. Страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек. Не может человек исполнять заповеди без страха Божия. Отсюда прямой вывод. И разума у него нет правильного. Притча Соломона 1,7. Начало мудрости. Страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. А какое мудрость, чтобы страх Божий имели? Какое наставление, чтобы страх Божий имели? Притча 1,29. За то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня. Не избрали. А сразу же совершенная любовь и знала. Я погублю их. Я добавляю эти слова. Притча 2,5. То разумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Познание о Боге подлинное, такое, что он называется и сказал страшный. С большой буквы слова страшный. Бог называет себя. Притча 8,13. Страх Господень в чем заключается? Ненавидеть зло. А ты спроси, сколько молодежи, которые не сохранили, впали в блуд после крещения? Их в священники нельзя ставить. Это порченные продукты. Порченные. Их нельзя в священники ставить, если они в детстве крещеные. Если он крещение принял после, как все это было у него, тогда только можно ставить. Страх Господень ненавидеть зло. Гордость и высокомерие, злой путь и коварный устой я ненавижу. 9,10. Притча. Начало мудрости страх Господень и познание святого разума. Святого, который сам себя называет страшным. Притча 10,27. Страх Господень прибавляет дней. Летажа нечестивых сократятся, потому и умирает, что страха Божия нет. Без страха приступает к причастию. Притча 14,26. Страхи перед Господом надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Страхи перед Господом. Притча 14,27. Страх Господень источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Притча 15,33. Страх Господень научает мудрости и славе предшествует смирение. Притча 16,6. Милосердием и правдой ощущается грех, и страх Господень отводит от зла. От зла. Я когда говорю о своем нахождении, пока еще в мире был, о христе не знал, я знал страх Божий. Мать говорила, нельзя этого делать, пионеры вступать. В аду будешь плясать. С женщинами нельзя делать грех. Тебя будут змеи кусать в вечности. И меня Бог сохранил на одном страхе Божием. На одном. Вот как Бог сделал. Притча 19,23. Страх Господень ведет к жизни. И кто имеет его, всегда будет доволен и зло не постигнет его. Но главное зло это потерять душу, погибнуть. Не попасть в ересь. Страх Божий был бы как, так неужели с тебя началось спасение? У еретиков нет страха Божия совершенно. У православных кое у кого. Притча 22,4. За смирением следует страх Господня. Но сначала надо смириться. Богатство и слава и жизнь. Посмотри, что отвергают люди, говоря, что мне не нужен страх, у меня совершенная любовь. Притча 23,17. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Грешники, у кого страха Божия нет, ты им не завидуй, а вот они спасены. И баптисты все встречают, а ты спасен? Ты спасен, я знаю, страха Божия нет, он не спасен. Дальше. Исайя, Исайя, 2 глава, 10 стих, и 19 стих, и 8 глава, 13 стих, говорит, иди в скалу и сокройся в землю от страха Господа и от славы величия Его. Дальше. Исайя, 8 глава, 13 стих, Господа Саваофа, Его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш, Он остался. Он не говорит, меня не бойтесь. Нет. Исайя, 11, 3. И страхом Господнем исполнится вождь, и будет судить по взгляду, не по взгляду, а чей своих, и не по слуху, а чей своих решать дела. Но это в судах. Я много судился и пришел к выводу. Судей, верующими, прокурора ставить нельзя. Адвокаты должны быть только верующие. Пусть будет мусульманин, лишь бы знал, что есть страх Божий, и за это отвечать на суде Божьем. Мусульмане в это верят. Пусть это будет баптиист, который верит в суд Божий. Если этого нет, не надо ставить, он будет творить беззаконие. И дальше. Исайя 33, 6. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости, ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. Иеремия, еще одно место. Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысль, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Вот апостол Павел об этом как раз и говорит. Совершенная любовь изгоняет страх. Как он говорит, мы, апостол Павел говорит, спасены в надежде. Вот это-то как раз и не знают люди. Нужно, чтобы человек имел страх. Где это написано? А прочитаем. Евангелие от Луки 17.10. Это прямо по вопросу. И вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие. Потому что сделали, что должны были сделать. Тринадцатый стих. Претерпевший до конца спасется. Претерпевший и до конца. А не то, что я сегодня спасен. И проповедовать все Евангелие по царству, по всей вселенной, во свете со всем народом, тогда придет конец. Вот это, как раз к этому и говорит, должны прийти в страхе Господнем. А если этого нет, ничего и нет. Мы спасены в надежде. А что такое совершенная любовь, это, ну, надо просто прочитать. Я не стал даже напрягаться, посмотрел, что говорит об этом блаженный Афеофилак. Стоит засчитывать или нет? Да. Я читал, два страха есть. Он говорит, Бог есть свет и святые его по изречению Евангелия, Матфея 5,14. Суть свет мира и чужды страха мучения, потому что исполнено любовью к Богу. Хочу, говорит апостол, чтобы вы усовершились в любви так, чтобы в день суда нам иметь дерзновение перед Богом, потому что и он есть судья по собственному его изречению. Отец не судит никого, на весь суд отдал сыну Иоанна 5,22. И что наше дерзновение будет перед Богом в очеловечившемся, апостол выразил в следующих словах поступаем в мире всем, как он. То есть, когда мы доказали, что Бог в нас и мы в нем, то мы сами себе свидетели о совершенстве и любви. Вот где, когда он в нас, а не тогда, когда ты надменно будешь говорить об этом, когда ты будешь хвалиться. Вот я говорю, Парфене, Святой Парфене, вот, он умирает и в великом страхе, как Пимен. Его спрашивают, и где ты будешь? Он говорит, день сей страшен. И наш суд, это не суд Божий. Как Бог это посмотрит? Многие умирали, как святые, но оказались в аду. И поэтому мы всегда должны добавлять, что там будет все не так, как мы думали. И даже, когда все сделаешь, все, и в тебе свет, и ты родился свыше, и ты движимый Духом Святым, и тогда трепещи. В страхе и трепете совершай свое спасение. В страхе и трепете. В страхе. Многие потерпели кораблекрушение в вере, то есть уже был корабль, уже плыл, и потерпели. Они не дошли до цели. Как он в мире был непорочен и чист, почему и говорит, идет князь мир, если вы во мне не имеете ничего. Я сейчас не могу говорить. Иоанн 14,30. Так и мы будем в Боге, и Бог в нас. Если Он есть учитель и податель нашей чистоты, то мы должны носить Его в мире чисто и непорочно, всегда нося в теле свою мертвость Его. 2 Коринфянам 4,10. Если будем так жить, так жить, вот где любовь совершенно изгоняет страх, так жить, то будем иметь дерзновение перед Ним. Вот как говорит об этом Симеон Новый Богослов. Как говорит Иоанн Златоуст, дерзновение перед Ним и будем свободны от всякого страха. Но кто так живет-то? Совершенная любовь изгоняет страх. Ты живешь так? Я скажу, я нет. Нет, я стремлюсь к этому. Я могу показать все места, где в Ветхом Завете говорится, будьте святы, как я свят, Бог говорит. Сколько мест? И в Новом Завете те же самые слова Бог говорит, будьте святы. В Ветхом Завете говорит семь раз, а в Новом Завете два раза. Зачем? Потому что Бог остался тот же. Да как было требовать с них такой святости в Ветхом Завете? Бог сказал, не надо спорить. Он тогда уже поставил вот эту высоту планки. Будьте святы. Не когда батюшка на причастие допустит, а когда будем святы, как он свят. Какой страх? Сам он говорит, что страх мучения. Это несовершенная любовь, но это тоже любовь. Страх наказания. Но такой страх не есть совершенный. То есть не свойствен совершенной любви. Он поясняет. Сказав это о совершенной любви, обязательно говорит, что мы должны любить Бога, потому что Он прежде возлюбил нас. И как Он прежде сотворил нам благо, то мы тем усерднее должны принуждать себя к воздаянию за Оноя. Основаясь на словах Давида. Бойтесь Господа, святые его, ибо нет скудости у боящихся его. Псалом 33, 10. Инесс просит, а как теперь Иоанн говорит, что совершенная любовь изгоняет страх? Неужели святые Божии так несовершенны в любви, что им заповедуют бояться? То есть это такое и было. Боровской, ну, тебя так, боялся. Отвечаем. Страх двоякого, двоякого рода. Один предначинательный, которому примешиваются мучения, как бы не попасть в ад. Вот я этим все время жил. Человек, совершивший худые дела, приступает к Богу с боязнью и приступает для того, чтобы не быть наказанным. Этот страх предначинательный, первичный. Другой страх совершенный. Этот страх свободен от такой боязни. Почему и называется чистым и пребывающим вовек. Псалом 18, 10. Что же это за страх и почему он совершенный? Потому что имеющий его совершенно восхищен любовью и всячески старается о том, чтобы у него ничего не недоставало, не недоставало такого, что сильно любящий должен сделать его для любимого. Теперь я вопрос ставлю к любому. И что ты можешь сказать? Я не могу себе сказать. Нет. У меня все еще тот предначинательный страх временами переходящий вот в этот, который совершенный. по страхам здесь разумеется страх предначинательный. Кто искренне любит Бога, тот творит угодно ему. Не по страху наказания, а по влечению к добродетели. По любви к Богу, не ограждая себя даже законным страхом, заключающимся в любви к хорошему. И я говорю, ну а я делаю по страху Божию, я делаю не по страху, а по любви. Но сказать, что у меня совершенная любовь и знала страх не могу, я скажу, что и не будет этого никогда. То есть приблизиться можно, а вплотную нет. И апостол Павел говорит, я не говорю, что я достиг, но не достигну ли я, как достиг меня Христос. Хотя и говорит, желаю разрешиться и быть со Христом. И тот страх, который делает что-нибудь, и для того, чтобы не подпасть наказанию, тождествен с первым, то есть равен с первым, похож, посему и прибавлено. В страхе есть мучения. Вот как. Ну и все. Да, да, отец, как сказал, говорит, ты полный, как полная луна. Ну, понимаешь, ты мне вопросы-то задал, какие я вчера скинул? Я уже вчера вечер сидел, сегодня, я многое упустил, чтобы вместиться. Знаешь, я просто хотел приготовить вопрос, приготовил вопрос, вот, связанный, что с нами, вот с тобою, что мы там, ну, об этом письмо, вот, я хотел, ну, постучаться. Если есть еще, так разрешишь, так я скажу это. Не знаю, отец, по-моему, нет, уже если Архимандрит приезжал сюда, секретарь, Архимандрит Филарет, и дальше они не извинулись с места, то, значит, они боятся, они просто боятся. Его там окружают люди, батюшка наш сказал, главное не архиерея, а окружение его. И это-то, ему и сказали, с кем ты связываешься-то. Тебя взяли сегодня, поставили, завтра тебя сметут, и все, я думаю, только из-за страха. А вот этот страх Бог не одобряет. Участь боязливых в озере Огненном. Неужели я бы не знал, что сказать семинаристам, священникам? Да, 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 да. Не знаю, сам решаю, но я... Мы еще поднимем вопрос. Хорошо. Они не самостоятельные, они боятся друг друга. Боятся друг друга, да. Ты уже ответил, то, что я хотел сказать. Ну, так вот. У нас хорошее отношение, может, потому, что мы не встречаемся. Ну, спаси, Господи, отец. Я говорю про епископ, а не про тебя. Нет, я понял это все, да. Между нами Христос. Раньше говорили как? Христос между нами, а другой отвечает, был и будет. Да, был и будет. Ага. Ну, все, спасибо. Спасибо, Господи. Я отхожу. Ну, спасава Божьем, но я тебе заброс-то сделал, а внешнем видит, и имя это в виду, начинай трудиться. Да, 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 я буду трудиться. Ты видишь в нашей общине, как люди одеты, и как ведут себя. Тебе легче с ними общаться. Скажи, Павел говорит, порабощаюсь, смиряю тело мое, дабы, Павел говорит о себе, дабы пропаду другим, самому не оказаться недостойным. Павел допускал такую мысль, а сектанты не допускают, все на веки спасенное. Нет, принимаю, принимаю. Во славу Божьей, все. Я, если у меня напишу объявление, постараюсь, объявление написать, и мусульманам, женщина одевает, мужчина женскую, я заслужу Бога. Ну и говори об этом, говори. Скажи, как мы выглядим даже перед мусульманами, которые в более жарких странах, в Африке живут, и идут все до одной одеты. Мы были в Италии, во Франции, все до одной по улице идут, как в мешке закованное. Да, ну, хорошо, спасибо. Потому что мулы, имамы, все эти, которые у них, они занимаются своей паспой.